Всем самого доброго времени суток! С вами программа Деревенька. Меня зовут Татьяна Ларина. Здравствуйте! Посмотрите, какой замечательный сегодня денёк. Я надеюсь, что ваше настроение будет таким. Итак, мы начинаем. Вот оригинальная, полностью комплектная фляжка английского рядового солдата. Вот, английская фляжка. Оль пыталась напиться. Да, это время, как говорится, дало о себе знать. А раньше у нас в детстве всегда была живая ёлочка и стеклянные игрушки, которые бились. Новогодняя альтернатива стеклянным игрушкам – игрушки из соломки. Это цветок, высаженный в гриб? Нет. Он в земле сидит. Он просто сам по себе выпускает зелёный лист. Вот такой большой. А, это листик. Листик, это лист. Точно такое ощущение? Ну, а потом он таким вот становится. И зима без цветов – не зима. Деревенька знает особенности ухода за комнатными растениями. Всего-то ничего и наступит Новый год. Тот самый праздник, который с годами не растерял своего волшебства. Ну, конечно, в основном чудо для себя мы делаем сами упорным трудом и стремлением к цели. А как иначе? Ведь под лежачий камень вода не течёт. Знакомьтесь, символ наступающего года по японскому календарю – красавица овца. У её хозяина, уроженца Сирии, Фараджа Абдула Хамида, таких ещё 300 голов. Бяжка, 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 бяжка. Фарадж первым в Могилёвской области открыл овцеводческое хозяйство. Рискнул практически всем. Продал квартиру, бизнес и взял кредит под немалые проценты. Уверен, старания не напрасны. Ведь овца – уникальное животное. Если другие животные дают только мясо, то овцы дают нам и шерсть, и мясо, и молоко, если там сможем выращивать молочные бороды. А молоко от них изумительное. Ферма Фараджа в 7 километрах от Шклова. Ухаживать за ярками ему помогают сын и двое соседей. Говорят, в содержании животные неприхотливы. Пять овец съедают столько же, сколько одна корова. Зимой в их рационе овёс, а летом – трава. Причём животным придутся по вкусу и бурьян, и колючки. Да и заболеваний у них минимум. Странно, что при этом в Беларуси овцеводов можно по пальцам пересчитать. Сирильс считает, проблема в нехватке специалистов. К сожалению, ошибки наших специалистов раньше держали их на болото. Считалось, что на болото эта трава сама сама по себе растёт. Для овечки это хорошая трава. По идее, да, хорошая трава. Но дело в том, что там глинистая земля, мокрая. И, следовательно, копыт у них быстро начинает болеть. В овцах фараж знает толк. Окончил Горецкую сельхозакадемию. Работал и в Сирии, в центре разведения овец. Сейчас на складе у него лежат 60 шкур. Из них можно шить 20 шуб. Овец настригли тонну шерсти. Она тоже ждёт своего часа. Пока государство окончательно не определилось с программой развития овцеводства, фараж продаёт баранину тем, кто специально за ней приезжает. Ну, производить, ладно, производим. А куда потом одевать? На сегодняшний день только одна единственная в Республике Беларуси, местный комбинат Орша, который принимает баранину. И при всех проблемах от овцеводства Сирийс отказываться не собирается. Планирует увеличить поголовье до тысячи. Тогда овцы начнут полностью окупать своё содержание. Но даже сейчас плюсов в таком разведении много. При хорошем уходе овца даёт приплод два раза в год и ежедневно до двух литров молока. А сейчас у зрителей деревеньки есть уникальная возможность получить поздравление от самого символа наступающего 2015 года у овечки. Ну, Машка, тебе слово. Поздравляй. Это же овечка, как овечка, не скажет ни словечка. Ну что ж, тогда поздравляю я. Новый год пусть урожаем вас порадует не раз. И пусть каждая овчинка стоит выделки для вас. С наступающим! Между прочим, по восточному календарю 2015 год – это год овцы или козы. Кто кого для себя выберет. И, конечно, не забудьте украсить ёлку самодельной игрушкой, овечкой или козочкой. А как это сделать, мы сейчас и расскажем. Мы никогда так часто не вспоминаем собственное детство, как предновогодние праздники. Если мы всё больше клеили гирлянды из ложков и мастерили игрушки из ваты, то современные детвора предпочитают соломенные игрушки и игрушки из глины. Как сейчас можно говорить – хендмейд. Что делаете из глины? Бараны. К наступающему году овцы, я так понимаю. Да. Кому предназначается вот этот баран, овца? Мне. То есть у вас сугубо себе. Может быть, кому-то в подарок адресуете к Новому году? Мне. Себе оставите? Да. Кому в подарок подаришь свою работу? Себе. То есть это исключительно для себя. Хорошо. А у Деда Мороза какой подарок заказал? Я Деда Морозу не верю. Как вы поняли, мальчишки в Паршинской школе Горецкого района – товарищи серьёзные. Сосредоточенные, занимаются делом. Идут занятия в филиале школы «Ремёсел». У парней глина, у девчат соломка. Задача – сделать ёлочную игрушку, желательно милую и симпатичную. Нужно сначала слепить круг, а потом облепить его спиралью и прикрепить голову. Ты кому бы хотел подарить свою работу? Маме. И хотел бы желать денег, счастья и любви. А что на первом месте – деньги или счастье? Как ты считаешь, Вань? Счастье. Занятия в филиале школы художественных ремёсел здесь пользуются популярностью. Для сельской детворы это возможность заявить о себе. Например, в этом году Ксюша Филипова выиграла гран-при на фестивале «Золотая пчёлка». Её друзья тоже верят в успех и намереваются попросить у Деда Мороза побольше удачи. Но, как свойственно большинству детей, особенно сельских, думают не только о себе. Я заказала Деду Морозу, чтобы он принёс большую коробку счастья. И когда я её открыла, это счастье разлетелось по всему миру. Больше всего я хочу, чтобы в следующем году сельские школы не пустили. Потому что дети у нас очень талантливые на селе. Мы их будем учить, развивать, творчеству. Вы их любите? Да, конечно. Работа закончена и нам кажется, это успех. От такой игрушки на ёлочке и под ёлочкой вряд ли бы кто отказался. Кстати, говорят, что год овцы сложится благоприятно для людей творческих. Так что самое время попасть в этот список, смастерив собственную ёлочную игрушку. Попробуйте. Тому, кто в любое время года не готов расстаться с цветами, всегда хватает забот, даже зимой. Сейчас заглянем в гости Тамаре Альфирович. У неё счёт зелёных любимцев идёт на сотни. Зима – то самое время, когда так не хватает зелени вокруг. Но у Тамары Альфирович проблем с озеленением квартиры нет. Она просто обожает цветы и знает, как ухаживать за ними зимой, чтобы листва оставалось такой же яркой и здоровой. Раз в неделю все цветочки под душ. Так. Горячей водой промываются все. Насколько горячей? Ну, какая? Ну, как можешь терпеть сам. Вот такой. Но здесь всё закрывается целлофаном, чтобы сюда не попадала вода. То есть обязательно будет всё закрыть? Да, да. Остальные дни брызгаю водой. Вот эти именно зелёные цветы. Оно и понятно. Зимой воздух в помещении очень сухой для растений. Вот хозяйка и использует увлажнители. Привычных удобрений для подкормки берёт половину дозы, ведь активного роста и цветения нет. Цветы подкармливаю и удобрения покупаю им. Но эти цветы сильно много удобрения не любят, зелёные особенно. Так вот луковой шелухой заливаю, марганцовкой подливаю. В этой комнате цветы, которые любят тень. Остальные поселились на лоджии. Меня сразу назревает вопрос. Это цветок высаженный в гриб? Нет. Он в земле сидит. Он просто сам по себе выпускает зелёный лист. Вот такой большой. А, это листик. Листик, это лист. Точно такое ощущение. Ну, а потом он таким вот становится. И он на деревьях растёт вот так вот. Где-нибудь пристроится. Это цветок-паразит. Зимой цветам нужно меньше воды, ведь большинство из них отдыхает, находится в состоянии покоя. Так что Тамара Васильевна поливает их только в случае необходимости. И обязательно рыхлит землю, чтобы облегчить доступ воздуха к корням. А ещё советует, если вы любите свои цветы, не забывайте убирать сухие и пожелтевшие листья. Удалять слабые побеги. Тогда и зимой растения будут здоровыми и красивыми. Как призналась хозяйка, занимаясь цветами, она обязательно сверяется с лунным календарём. Послушаем и мы его рекомендации. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Деревенька часто встречается с увлекающимися людьми. Один из таких повстречался нам в Осиповичах. Знакомьтесь, Александр Алексеенко со своим увлекательнейшим хобби. Тропическая шляпа солдат американской армии середины прошлого века мне как раз в пору. Это только один и далеко не самый ценный экспонат коллекции Александра Алексеенко. Снаряжение, униформы и прочий антиквариат он начал собирать по крупицам 10 лет назад. Вот оригинальная, полностью комплектная фляжка английского рядового солдата. Вот, английская фляжка. Оль пыталась напиться. Да, это время, как говорится, дало о себе знать. Коллекция допускает такое соседство, о котором во время применения всей этой муниции и помыслить было невозможно. Каска японского солдата мирно делит место на этажерке с касками советского образца. Это советская каска. Это на начальный этап войны. Их производил один завод в Советском Союзе, Ленинградский металлургический завод. Она называется США-36, 1936 года выпуска. А хозяину этой каски пришлось не сладко. И понятно, почему. Это оригинальная немецкая каска подразделения Люфтшутс. Это противовоздушная оборона. Вы, наверное, восстанавливали ее, да? Восстанавливалась только декаль, остальное красочка, все под шлемник родной. Вот видно, что он горел немножко, ощущал, как говорится, войну. История этого котелка началась еще в Первую мировую. Собратья рядом помладше. Вот оригинальный котелок, также красноармейца, 1932 года. Вот ложка оригинальная, также красноармейца, полностью того периода. Все вещи в коллекции подлинные. Что-то дарят, что-то привозят из путешествий, приобретают на аукционах. Последнее приобретение – две японские фляги 1936 и 1943 годов. Если снять чехол, здесь будет год стоять. Климо, иероглифы, все как положено. Это офицерская фляга, это солдатская. Вот, она одевалась на плечевой ремень. Вот так она примерно и носилась. Вы можете попробовать. Вот так? Да, да, да. Не дай бог, мы все таких, честно говоря. Ну, конечно, не дай бог, да. Но мы должны просто помнить об этом и знать, что это было. Ту страшную войну из родной деревеньки отправился на фронт дедушка Александра. Это китель моего дедушки-фронтовика. Вот это надо показывать обязательно. Дедушки-фронтовика, к сожалению, его нет уже. Но китель сохранился, и он будет сохранен в семье. Второе направление, которым увлекается Александр – банкноты мира. Старается собирать те, что вышли из обращения до 1950 года. Интересная банкнота Китая до начала 20 века. Относительно небольшое количество до наших дней дошло у нас. Что интересно по этой конкретно банкноте – наличие таможенных штампов. Эта банкнота явно попутешествовала по миру, у нас поездила. По банкнотам можно отслеживать целые эпохи, судьбы стран и народов. Например, давно нет на карте государства Тибет. Сегодня это территория Китая. В 1939 году это было независимое государство. С своим эмиссионным центром печатали свои денежки. Вот это интересная и редкая банкнота. Вот, наоборот. Вообще, вот французские банкноты – это довоенная 1939 года. Вот год у нас. Они очень похожи, как картины. Это прямо как изобразительное искусство у нас. Со временем Александр планирует собрать до конца униформы и снаряжение по каждому участнику тех далеких трагических событий и передать все в районный музей, чтобы максимальное количество людей смогло прикоснуться к истории. Новый год все ждут с нетерпением. Не секрет, что ожидание праздника подчас лучше самого праздника. А сейчас, куда ни взгляни, везде новогодняя тематика, даже в деревеньке. Мы, например, побывали в Горецком доме ремесел, чтобы своими глазами увидеть елочные игрушки и соломки. А увидели намного больше. Смотрите сами. В доме ремесел выставка большинства экспонатов – дело рук умелых мастериц, родных сестер Людмилы и Татьяны. Людмила увлекается вышивкой и вот таким панно из ракушек. Первая работа моя, конечно же, вот эти вот рыбки золотые, которые я посвятила своему дню рождения. Так как я по знаку зодиака рыба, я сделала себе вот такой подарок. И с этого я начинала учиться. Вот эта вот работа «Русалочка», так как я очень мечтала о море. И впервые я побывала на море в всего лишь 2009 году. Вот об этом впечатлениях, об этих я изготовила эту работу. Я увезла с собой большой мешочек ракушек, потом всем объявила о том, что собираю материал. И мне все знакомые, мои подруги, естественно, приносили и привозили с моря камешки, песочек и ракушки. Как уверяет мастер, работать с таким материалом совсем несложно. Главное – запастись терпением и клеем. То есть это все очень просто? Берешь пистолет или просто клеем? Да, нужно. Клей аккуратно, он горячий, у нас раскаленный. Да, хорошо, что вы меня предупреждаете. Да, осторожно. Так, ракушка. Оп. Я человек неусечивая, потому Людмила продолжит работу сама. А мы пока познакомимся со второй сестрой – Татьяной. Ее любовь – соломка. У нас в районе очень много соломщику. Я работаю в детской школе ремесел. У нас очень много учеников. И как-то детям нравится соломка. Я бы не сказала, что оно как бы отходит, это ремесло. Детям очень нравится. И нам нравится настоящая красота. Ну, как-то не люблю традиционную соломку. Люблю больше то, что в нашем быту используется, чтобы украсить квартиру, чтобы на стену что-то повесить. Что у вас есть в интерьере соломенного? Ну, вот ваза напольная там представлена. Ну, панно различное. Используем и в интерьере, и шляпы соломенные носим. И вот, например, вот такой веер или еще что-нибудь. Все используется. Вазы, особенно с цветами, очень хорошо. Поскольку на носу Новый год, самое время украсить елку. Конечно, игрушками из соломы. Елка у нас, да, всегда была живая. Сейчас уже, когда мы сами взрослые, у нас свои дети. Сейчас как-то мы больше искусственную используем. А раньше у нас в детстве вот всегда была живая елочка и стеклянные игрушки, которые бились. Эти игрушки не разобьются, да и елка выглядит необычно. Очень нарядная. У вас множество вот таких замечательных рождественских венков. Хороший подарок, по-моему, к Новому году. Вы дарите такие веночки, вот звездочки, корзинки своим? Дарим соседям, друзьям. Нет проблем всегда, да? Нет проблем. Подарки всегда по-другому. Да, подарки, сувениры всегда есть. А заказывают, может быть, у вас? Заказывают. Да, то есть мастер, в общем-то, может немного и подзаработать? Ну, можно и так сказать. Ну, вот так, если не секрет, вот такой вот веночек, вот сколько у вас стоит? Ну, около ста тысячи будет стоить. Конечно, каждый такой венок, цветок, ваза требует кропотливого труда. Но мастер работает быстро, сноровка. Пока мы беседовали с Татьяной, Людмила завершила работу над венком. Ну-ка, что вышло? Ну, вот такой венок получился у Людмилы. Я думаю, что будет отлично смотреться над праздничным, новогодним и рождественским столом в сочетании со шкварками, домашней колбасой и бульбочкой. Если позволяет время, попробуйте и сами смастерить что-нибудь этакое. Вдруг в вас дремлет талант. Дайте ему проснуться. Заговорилась я тут с вами, а сама еще даже елку не нарядила. Может быть, попробую смастерить еще пару игрушек. Или остановлюсь на конфетах, если дети еще все не съели. В общем, пойду проверю. Вам хорошего настроения и с наступающими праздниками. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok